в девушке должны быть красивые две вещи это взгляд и губы потому что взглядом она может влюбить а губами любить в эфире программа фэшн из ау про фэшн ее ведущая ксения голд сегодня в программе мы увидим флористическое шоу и показ свадебных платьев в казахстане а также узнаем секреты фотосъемки израильского фотографа ронни янковича арайк вы представили удивительное флористическое шоу расскажите пожалуйста о нем это современный показ мы показываем тенденции нового года современные свадебные букеты именно здесь в алмате казахстане работали более пяти дней студенты из разных городов из разных стран вот видите результат очень красиво современные букеты из натуральных материалов национальные исключительные национальные цветы ароматы великолепные возможно просто рядом стоять не только от красоты но и от аромата а вот какие сейчас цветы актуальны какие в моде да это казахстанская коллекция подойти пожалуйста вот посмотрите вот я предлагаю такого плана невестам готовая прям косички из васильков натуральный красивый букет из ароматных роз нравится вам поворачиваться пожалуйста туда чуть-чуть на камеру крутимся образ очень красиво спасибо красиво аплодисменты спасибо вам и успехов а а а а а а а Продолжение следует... Спасибо, Казахстан! Ксения Голд специально из Казахстана. Для того, чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черную юбку, черный свитер и мужчину, которого она любит. Смотрим следующий сюжет. Это модель Исраэля, Эфиопка. Это было снято 24 года назад на первый цифровой фотоаппарат в мире. Фотография — это международный язык, и фотограф может работать в любой точке света. Я лишь порекомендую фотографам из Германии или Швеции приезжать к нам в Израиль. Красивейшие пейзажи и пляжи для съемок. Однажды я летел в Лондон снимать Нолми Кэмпбелл. Но она не захотела, и ее заменили на Тайру. Это замечательная девушка. Это было 25 лет назад. Мы снимали рекламу шоколада для крупной израильской шоколадной фабрики. А фото на этом пакетике тоже мое. Я снимал рекламу нижнего белья для крупнейшей израильской компании в мире. Я сотрудничаю с ними 28 лет. Делаю много творческих проектов и получаю отличные деньги. А эти фото я делаю для души. Без денег. Яблоня в Швейцарии. Центральный парк в Нью-Йорке. Я обожаю снимать деревья. В целом я фотограф. Который любит снимать людей, особенно детей. Я обожаю, когда студия полна детей. Я играю с ними, смеюсь, а затем фотографирую. Я и сам в душе ребенок. А это моя студия. Тут везде бардак. Но тут я все сделал своими руками. Этими инструментами. И эту кухню. Только что я готовил пасту. Так как я жил в Италии, в Милане. И там я стал фотографом. Я наслаждаюсь своей жизнью и профессией. Я снимаю много начинающих моделей. И это за счастье для них попасть ко мне. Я учу их позировать. Расслабляю. Если в студии сниматься не получается, то мы идем на улицу, где я прошу моделей пройтись. И тогда человек чувствует себя естественно и ведет себя натурально. Мой стиль фотографии очень простой, но настоящий. Голос красоты звучит тихо. Он проникает только в самые чуткие уши. Наша программа подошла к концу. Подписывайтесь на мой вайбер паблик чат. И будьте модными 24 часа в сутки. Проведи лучшие моменты жизни в вип-сауне отеля «Виктория». Две финские сауны. Мини-бассейн с гидромассажными пушками и подсветкой. Зона отдыха. Барная стойка. Караоке. Вместимость до 15 человек. Побалуй себя и получи гамму приятных ощущений. Вип-сауна отеля «Виктория». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова